По известным причинам российская публика не смогла увидеть и оценить Ford Focus четвертого поколения. Нам предлагали только третье. Однако многим наверняка будет интересно, как живет и развивается этот автомобиль. Уточняем, четвертый Focus пережил рестайлинг, заполучив слегка подретушированный дизайн. Под замену пошли оптика, бамперы и капот. В салон богатых версий внедрен широкоформатный 13-дюймовый тачскрин, в который встроено управление климатом и обогревами. В Европе, напомним, представлены лишь хэтчбеки и универсалы. Последние стали практичнее, по бокам появились карманы, а панель фальшпола теперь можно поставить вертикально, как разделитель. Плюс создана мокрая зона для грязных вещей. Полуторалитровый бензиновый турбомотор упразднен, а единственный отныне вариант – литровые турботройки. При наличии гибридного довеска партнером выступает 7-ступенчатый преселектив, а без такового – 6-ступенчатая механика. Прекрасный двухлитровый турбодизель исчез, но младший вариант объемом полтора литра остался. С движком от дачи 95 сил стоит механика, а со 120-сильной версией – 8-ми диапазонный автомат. Король гаммы исполнения СТ имеет 300 бензиновых сил, а мотор на солярке исчез из списка. Немецкая фирма Dürr предложила отказаться от электростатического эффекта при нанесении краски на кузова автомобилей. Вместо давно отработанной технологии создана новая, когда базовые покрытия или прозрачные лаки наносят огромный струйный принтер. Струйный робот способен наносить любые линии цвета. Это значит, что прямо на конвейере на кузове можно нарисовать орнамент, написать надпись или окрасить разные кузовные элементы разными цветами. То есть возможности кастомизации становятся безграничными. Революционный окрасочный комплекс именуется Eco-Paint Jet Pro, а первым протестировать новинку решилась марка BMW, пропустив через него партию двух дверок М4. Полученный результат порадовал баварцев качеством и экономичностью. Подсчитано, что новая технология существенно снижает расход лакокрасочных материалов и электрической энергии. Так, для головного завода BMW внедрение таких роботов принесет 6000 мегаватт-часов сэкономленного электричества. Очевидно, что разработка от Dür также заинтересует другие автозаводы, а старые окрасочные комплексы постепенно уступят место камерам типа Eco-Paint Jet Pro.